Добрый день еще раз всем. Сегодня мы поговорим об ортокератологии. Вчера мы о ней уже говорили. Была, Гульнар Владимировна? Ортокератология у нас вчера была? Была. А сегодня мы поговорим конкретно о контроле миопии. То есть ортокератология изначально это метод коррекции, все мы это знаем, но в процессе использования чудесным образом было замечено, что данные линзы тормозят прогрессирование близорукости. И данный метод стал не только методом коррекции, но и методом лечения. И это стало основным преимуществом ортокератологических линз. Помимо того, что при использовании ортокератологических линз есть полный родительский контроль, удобство, удобно для детей и спортсменов, это снижение зрительной утомляемости, повышение функциональных показателей, поскольку это не очки, которые можно снять, надеть, и ребенок находится в постоянной коррекции. Это привело к тому, что ортокератологические линзы в настоящее время, ну, процентов 80 используются в основном в детской практике, и именно для контроля прогрессирования близорукости. Для тех, кто не очень знает, что это такое, я все-таки остановлюсь на том, как работает ортокератологическая линза. Берется линза, жесткая, контактная, надевается на ночь. В настоящее время ортокератология используется в режиме ночного ношения, поэтому надевается на ночь на роговицу, и после того, как линзу надели на глаз, под ней образуется слезный слой, так называемая слезная линза. И воздействие на роговицу происходит не за счет прямого давления нашей линзы, а именно за счет этой слезной пленки. То есть при правильно подобранной линзе напрямую роговицы она нигде не касается. Изменяется архитектоника верхнего слоя эпителия, пациент утром снимает линзы и видит до вечера хорошо. Ну, разумеется, когда эффект уже накопился. То есть изменяется рефракция. Какой мы эффект ожидаем, подбирая данные линзы? Ну, в первую очередь, это установка рефракционного баланса, уменьшение рефракционной ошибки. Но помимо этого мы формируем периферический миопический дефокус, поскольку форма нашей линзы, да, геометрия этой линзы, обратная геометрия задней поверхности предусматривает не только зону, зону, в которой линза опирается на роговицу, и центральная зона для исправления ошибки рефракции, ну и переходная зона, которая как бы изначально была добавочной, да, для перехода от одной к другой, но в итоге выяснилось, что укручение, образующееся под ее действием, как раз формирует миопический дефокус на роговице. Ну и еще один момент, о котором часто забывают, это повышение качественных и количественных характеристик аккомодации, поскольку нарушение аккомодации тоже является плохим прогностическим признаком для прогрессирования близорукости, то есть это еще один механизм, с помощью которого ортокератологическая линза помогает нам бороться с прогрессированием. Итак, если все это объединить, то стратегический подход к коррекции миопии, этот слайд вы уже видели на прошлом дне зрения, кто был, еще раз его повторю, то есть мы улучшаем остроту зрения, мы боремся с амблиопией, поскольку на фоне ношения ортокератологических линз повышается максимально коррегированная острота зрения, особенно если ребенок до этого ходил без коррекции, и из-за этого мы не можем достичь максимально коррегированной остроты зрения. Мы боремся с нарушениями аккомодации, убираем астонопию, и все это направлено на снижение прогрессирования близорукости. В принципе, если брать комплексный подход, то пациент обследуется, выбираются параметры, и дальше он динамически наблюдается. И вот когда речь идет о детей с прогрессирующей миопией, да и в принципе детей с миопией, их нужно наблюдать, то есть даже если до этого у вас каких-то подозрений не было, мы их в любом случае наблюдаем, чтобы понять, есть прогрессирование или нет, для чего мы назначили им линзы. Именно для этого мы наблюдаем именно, помимо состояния роговицы, помимо того, как линза воздействует, у нас обязательно должно быть наблюдение за аксиальной длиной глаза. И желательно это все-таки делать оптическим биометром, ну если нет, то любым другим способом, но измерение передней и задней оси глаза быть должно в наблюдении этого ребенка не реже, чем раз в 6 месяцев, иногда и раз в 3 месяца. Поскольку, как я уже сказала, у нас речь идет о ортокератологической линзе, формирующей миопический дефокус, то в настоящее время это считается основным механизмом торможения, прогрессирования близорукости у детей. И что мы видим в процессе наблюдения? Этот слайд я похитила у Гульнары Владимировны, и я его очень люблю. Гульнара Владимировна, узнаете? Да, это слайд о дичо, но похитила я его у вас. Давайте я вам расскажу, что происходит. Дети носят портолинзы, и их наблюдают в процессе ношения за длиной глаза. То есть именно по аксиальной длине глаза мы оцениваем прогрессирование. И как оценку эффективности провел Эдди Чо? Первые два столбика – это дети, не использующие какие-то методы коррекции, точнее методы контроля миопии, не использующие. И первое – это дети миопы, и второй столбик – это дети метропы. То есть первое – это насколько увеличивается длина глаза у детей миопов, не использующих дополнительные методы торможения. И второе – насколько в принципе в естественных условиях у здорового имитропа растет глаз. Дальше у нас две группы, разделенные на подгруппы по степени ошибки рефракции. И мы видим, что увеличение длины глаза у одной группы происходит примерно так же, как особенно на маленькой ошибке рефракции, происходит примерно так же, как если мы не используем дополнительные методы коррекции. То есть эффективность не очень высокая. А во второй группе, во всех подгруппах по ошибке рефракции, у нас эффективность достаточно высокая. То есть изменение длины глаза примерно такое же, как у метропов, то есть такое же, как естественный рост. Так чем отличаются эти две группы? В одной группе использовали обычные стандартные линзы именно для коррекции рефракции. Обычные стандартные ортокертологические линзы, которые по большей части сейчас распространены. Но поскольку Эдичо мог сам спроектировать линзу, он для второй группы использовал линзу, которую специально оптимизировал для контроля миопии. И там она, особенно на маленьких диоптерах, она работала лучше. Давайте разберемся, почему при небольшой ошибке рефракции линза у нас будет работать немножко хуже именно в плане торможения и прогрессирования. Коррегирует она прекрасно. Именно в плане торможения и прогрессирования. Что будет влиять изначально на эффект торможения и прогрессирования близорукости? Это возраст пациента. И тут мы понимаем, что с одной стороны у маленьких пациентов прогрессирование идёт быстрее, но с другой стороны, чем раньше мы назначим ортокертологические линзы, чем раньше мы остановим, тем меньше вероятность, что впоследствии у этого ребёнка будут какие-то осложнения. Александр Владимирович вчера начинал с этого доклада, что мы заботимся о будущем наших детей. Второй момент. Это диаметр зрачка. Это степень миопии, как я уже сказала. То есть стандартная линза на низких степенях миопии работает несколько менее эффективно, скажем так. Работает, но менее эффективно. Газопроницаемость материалов. Об этом, кстати, тоже не стоит забывать. То есть при более высокой газопроницаемости материала эффект торможения прогрессирования также будет, ну и эффект именно коррекции также будет выше. Ну и сам дизайн ОКЛ. То есть то, какая у нас задняя форма поверхности линзы. Не туда. Так почему же у нас будет влиять ошибка рефракции на то, насколько линза эффективно работает для контроля миопии? Помните тот самый миопический дефокус? И в начале доклада я говорила, что формируется он за счёт переходной зоны от центральной, которая корригирует, до опорной, которая у нас полностью параллельна поверхности роговицы. Так вот, в обычной стандартной линзе эта зона будет зависеть от того, насколько у нас перепад. То есть если нам нужно исправить на одну диоптрию, то перепад небольшой, и зона сама будет тоже небольшая. Если нам нужно исправить на 3 диоптрии, зона будет уже более выраженная. Если нам нужно исправить на 8 диоптрии, то там уже надо думать о том, как бы её уменьшить, для того, чтобы линза была стабильна. Поэтому данная зона зависит от того, какая изначальная ошибка рефракции, насколько мы воплощаем нашу роговицу. И именно она формирует миопический дефокус. То есть чем больше ошибка рефракции, тем более выраженный миопический дефокус у нас формируется на периферии сетчатки. Но как же нам быть? Нам желательно всё-таки остановить миопию на маленьких цифрах. То есть что-то с этим нужно сделать. При слабой степени у нас достаточно широкая зона аппланации и маленький клиренс в реверсивной зоне, как я уже сказала. Следовательно, действовать надо в эту сторону. Как это изменять? Второй момент – это диаметр зрачка. В принципе, логично, что чем шире зрачок, тем больше лучи, проходящие через дефокусное кольцо, попадают на сетчатку и формируют дефокус. И, в принципе, наверное, логично было просто сузить оптическую зону, чтобы больше лучей попадало у нас на сетчатку. Но тут случается маленькая проблема. Потому что чем сильнее мы сужаем оптическую зону, тем менее выраженной становится реверсивная зона. То есть если мы просто сузим оптическую зону, мы уменьшим, опять же, наш миопический дефокус. То есть использовать это отдельно вряд ли получится. Помимо того, что уменьшается оптическая зона, мы можем добавить асферичность задней поверхности. И еще один способ – это увеличить фактор компрессии. Но по сути это… Гульнар Владимирович, на самом деле это я первый раз увидела здесь. Потому что, по сути, это же увеличить силу воздействия линзы. Или для чего увеличить фактор компрессии? Для чего увеличить фактор компрессии? Ну да, да. То есть мы, получается, линзу просто делаем сильно сильнее. Она будет сильнее коррегировать. То есть это тоже не сильно хороший вариант. Это сложный вопрос. Это вопрос баланса рефракции в центре и на периферии. Вопрос мультифокальности роговицы. Чем больше плюсов мы добавляем в область зрачка, тем меньше там остается минуса. Тем меньше может быть качество… Ну, страдает острота зрения вдаль. То есть отрицательных аберраций становится меньше. Поэтому, да, иногда фактором компрессии нам нужно немного вернуть. То есть мы пытаемся достичь баланса при высоко мультифокальной, создавая высоко сферичную роговицу. То есть это мы именно сочетаем со сферичностью? То есть мы можем добавить изменения в уже стандартную линзу. Чуть попозже, в следующем, через доклад, мы поговорим о кастомизации. И как мы ее используем на самом деле все в своей работе. И для того, чтобы нам добиться линзу для контроля миопии, нам надо подумать обо всем этом, о чем я вам сейчас рассказала, и внести все эти изменения в линзу для данного конкретного пациента, подумав при этом еще обо всем подборе. И это достаточно иногда бывает сложно, особенно для молодых врачей, которые только начинают работать. А желательно детям миопию тормозить. То есть основные наши клиенты – это дети. Чтобы облегчить вам жизнь, лаборатория сделала просто отдельный дизайн, который называется MyRTK. То есть вы можете заказать его просто, подобрав обычную линзу и поставив галочку. которая предусматривает все методы контроля прогрессирования близорукости. И при этом возвратная зона при любой силе воздействия линзы у нас будет не менее 60 микрон. То есть это заранее в линзе предусмотрено. Кудесники в лаборатории это сделают за вас, вам только надо поставить галочку. У нее уменьшена ширина оптической зоны, то есть достаточно большое количество лучей у нас будет попадать на периферию сетчатки. Область дефокуса, как я уже сказала, клиренс достаточно выраженный, и область дефокуса попадает на периферию сетчатки и работает намного лучше, чем обычная стандартная линза для коррекции прогрессирования. Какие показания для подбора такой линзы? Вот здесь, пожалуйста, повнимательнее, потому что мы стали сталкиваться с такой ситуацией, когда при миопии минус 8 ставят галочку линза для контроля прогрессирования. Делать этого не надо. Линза для контроля прогрессирования близорукости назначается до 4 диоптрий. Все линзы, которые имеют выше коррекцию, они уже изначально имеют достаточно выраженный дефокус, а при высоких степенях миопии, наоборот, реверсивную зону надо еще и опускать, то есть использовать обратные методы для того, чтобы добиться стабилизации этой линзы, и она лучше работала. Поэтому данная линза назначается до 4 диоптрий. Возможно, при миопическом астигматизме назначается, разумеется, детям с прогрессированием. То есть это возраст старше 6 лет, но с возрастом понятно. То есть как только мы можем сделать топограмму, как только мы можем подобрать линзу, значит мы можем это сделать. Если ребенок не сидит, мы не можем его уговорить сделать топограмму, то, следовательно, и линзу мы подобрать не сможем. То есть здесь все зависит от ребенка, ну и от ответственности его родителей. Ну и активный образ жизни и желание не использовать какие-то дополнительные методы коррекции. То есть как обычное показание для ортокератологии. Подбор, опять же, это удобно для вас, для тех, кто уже работает, для тех, кто собирается работать. Он стандартный. Подбор абсолютно точно такой же. То есть опорная зона этой линзы ничем не отличается от тех линз, которые вы подбирали до этого. Поскольку у вас будет уменьшена оптическая зона, надо понимать, что возможно где-то в течение месяца, ну тот месяц, который вы наблюдаете пациента, у него будут большие жалобы, чем при обычной ортокератологии, на аберрации, может на затуманивание. Это значит, что линза работает. Стоит, во-первых, изначально об этом предупредить родителей, а во-вторых, успокоить их, если у них будут какие-то жалобы по этому поводу. И при оценке данных детей, ну при обследовании данных детей, желательно все-таки, как и при любого другого ребенка с прогрессирующей близорукостью, оценивать не только остроту зрения, но и остроту зрения вблизи, контрастную чувствительность, аккомодацию, бинокулярные функции. То есть несколько более расширенное обследование ребенка должно быть. Регулярное динамическое наблюдение, точно такое же, как и при обычной ортокератологии, здесь ничего не отличается. Один раз в три месяца. И поскольку это ортокератологическая линза, то есть эффективность меньше, чем ортокератологическая быть не может, а вот насколько она выше, это мы в течение ближайшего времени, то есть пока мы ее используем, надеюсь оценим, и возможно в следующем году уже доложим результаты, оценивать будем как раз изменения аксиальной длины, периферическую рефракцию, и как изменяется аккомодационная функция при использовании данной линзы для контроля миопии. Благодарю за внимание. Ольга Анатольевна, спасибо большое. У меня пара маленьких вопросов, пока может быть аудитория думает свои вопросы. Вы сказали, что для подбора таких линз нужны, в принципе, достаточно тех линз, которые у вас есть, которые вы сейчас подбираете. Вы имели в виду что? Я имею в виду тот набор примерочных линз для выбора опорной зоны, которые сейчас используют. То есть вы имеете в виду диагностические наборы? Да, диагностические наборы. То есть те самые наборы, где есть и сферические линзы, и торические линзы. То есть эти линзы могут подбираться и при сферической рефракции, и при торичной роговице. Абсолютно точно. На автомате центральной торики там пока нет. Нет, речь идет о том, что опорная зона торическая. Торическая периферия, да. Хорошо, тогда второй вопрос. Вот у нас ребенок с близорукостью до 4 лет. В каком случае вы будете рекомендовать мягкие дефокусные линзы, допустим, Prima Bio, а в каком случае вы будете рекомендовать наши линзы? До 4 лет или до 4 диоптрии? До 4 диоптрии, конечно. Простите, пожалуйста. До 4 диоптрии. Там маленький ребенок с прогрессирующей близорукостью, близорукость до 4 диоптрии. Когда вы выберете мягкую линзу Prima Bio, когда вы выберете специальную орту линзы для контроля миопии? Ну, тут все будет зависеть от ребенка, от родителей, от формы роговицы. То есть тут должно быть полное все-таки обследование. В любом случае проводится полное обследование скорной топографии для того, чтобы понять, спрогнозировать, насколько будет в принципе ортокератологическая линза, работать. И дальше обсуждается уже с родителями, насколько они готовы использовать ортокератологические линзы, или для них лучше будет с мягких линз начать. То есть здесь уже все на самом деле индивидуальный подход. Изначально на приеме я все три метода, то есть и мягкие линзы, и ортолинзы, и специальную очковую коррекцию, про них родителям рассказываю. И потом мы уже решаем вместе, что больше подойдет их ребенку. Прекрасно. Я бы только добавила, что если у пациента значимый астигматизм, то, конечно же, наверное, вы предпочтете. Это относится как раз к рефракции, то есть к рефракции, к форме роговицы. Это ключевая ситуация, когда вы видите у пациента астигматизм, вы должны понимать, что в мягкой линзе мы не сможем компенсировать, если он значимый, там больше диоптрий и влияет на качество зрения. И, наверное, здесь имеет смысл рассмотреть с родителями ортокератологии. Ну да, но рассмотреть так, что это будет изначально сложная линза, если там значимый астигматизм в центре. Нет, там может быть просто реческая опорная зона, этого может быть достаточно. Сейчас одну секундочку вопрос из чата, но он, в принципе, повторяет наш вопрос, просто я его озвучу. Уточните, пожалуйста, правильно ли я поняла, что при подборе врач может использовать стандартный диагностический набор. Да, абсолютно точно. Используется для подбора стандартный диагностический набор. Просто указывается, что линза вам нужна для контроля МИАПИ уже при заказе. Подбор абсолютно тот же самый. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Спасибо большое за доклад. Бастер Кванси Георгиевна, Горта Шкала. Ольга Анатольевна, такой вопрос. Смотрите, ортокертология, она же, в принципе, предназначена для того, чтобы приостановить прогрессирование близорукости. То есть мы назначаем ортокертологию детям вот до 4 диоптрий. И здесь дополнительная доп. опция, ортокей, которая, я так понимаю, что она дополнительно оплачивается, то есть увеличивает стоимость линзы. И как, например, чисто тоже технический вопрос объяснять родителям, что давайте мы сделаем чуть дороже линзу, но она будет с доп. опцией вот так, и так, и так, да? То есть она же априори предназначена для приостановки. Изначально. Мы-то понимаем, доктора, да, что нам надо увеличить клиренс и так далее. То есть родителям, наверное, не стоит этого объяснять. Но с другой стороны, финансовую точку зрения тоже надо объяснить. И ещё, с точки зрения доктора тоже мне бы хотелось, например, чтобы все детки, которые приходят с диоптрии до минус 4, они с успехом, так скажем, приостановка была с большим процентом. И поэтому мне априори хочется поставить эту галочку всем тем, кто приходит до 4 октября, теперь уже, когда есть она, вот эта дополнительная опция. Ну, смотрите, изначально ортокиртология действительно, при ней отмечается торможение и прогрессирование близорукости, но, как мы помним, не в 100%. И 100% не даст нам ни один метод. В настоящее время и родителям я это сразу всегда объясняю. Бывает такое, что родители говорят, а что можно сделать ещё, а как сделать более эффективнее. В этом случае однозначно мы для этого разработали этот дизайн для торможения и прогрессирования близорукости. Опять это потеря времени, например. Секундочку, я прошу прощения. Так как у нас времени не очень много, Ольга, можно я попробую тоже добавить от себя? Хорошо, давайте. Я просто чуть раньше начала это делать, и уже как бы вот этот алгоритм, что нужно говорить родителям, он проговорен, он отработан. Конечно же, мы не можем заставить родителей выбрать тот или иной тип, и это невозможно, и это правильно. Но мы можем информировать родителей о том, что есть такая опция. Действительно, надо объяснить, что ортолинзы были придуманы для коррекции зрения. И до того, как у нас появилась возможность делать линзы специальным дизайном оптической зоны, линзы были одинаковыми и для взрослых, и для детей. Сегодня, зная, как повысить эффективность работы ортолинз, мы можем эту опцию использовать для вашего ребенка. Да, это меняет стоимость, линза будет сложнее, но мы можем этот фактор включить или не включать. Используя стандартные линзы, мы ожидаем эффективность от 40 до 60%. Используя линзы специального дизайна, мы можем ожидать большую эффективность. Вам, как родителю, нужно определиться, что сейчас для вас важнее. Возможно, для них сейчас важнее финансовый критерий. И здесь надо понять и принять эту ситуацию, что родитель и так выбирает этот метод и уже улучшает качество жизни и коррекции ребенка. Он ставит эту цель, и он идет к ней. Возможно, через год он выберет линзы для контроля миопии, увидев, что эти линзы недостаточно эффективны. Если они достаточно эффективны, окей, прекрасно. Ребенок все равно получил то, что должен был получить. Поэтому не расстраивайтесь никогда. Самое главное, настройтесь на длительную работу с родителями. Это работа в долгую. И если сегодня что-то у вас получилось не идеально, у вас будет через год возможность это улучшить. Просто наберитесь терпения. Спасибо. Еще один вопрос, Елена Викторовна. Микрофончик, пожалуйста. Это даже не ответ на вопрос, это совет. У вас должно быть сразу в прайсе разделение линзы для контроля миопии и линзы стандартные. И когда к вам приходят родители с детьми, не нужно рассматривать для детей стандартные линзы в принципе. Не нужно тратить время на объяснение родителям разницы между стандартными линзами и для контроля миопии. Потому что для детей мы рассматриваем только линзы для контроля миопии. Да, это другая, может быть, у вас будет цена. Но и тратить время на эти разъяснения точно не нужно. Детям для контроля миопии все, точка. Вот видите, еще одна точка зрения. Я хотел бы еще сказать свою точку зрения. Клиника территории зрения имеет свою точку зрения. Я просто хотел бы сказать с позиции врача-менеджера, потому что как руководитель, потому что все-таки нас слушает не только здесь зал, а вся Россия. Хотел бы сказать словами Уэна Грецки, это великий хоккеист. Все знаете, что хороший хоккеист там, где шайба, а отличный хоккеист там, где она будет. Так вот я хочу поддержать прошлого оратора и, собственно, данный, как говорится, месседж в том, что отличная оптика, она продает, старается продать все-таки линзы индивидуального производства, кастомизированный. А отличный ортокератолог так или иначе стремится к кастомизированным линзам. А в плане детской офтальмологии, я считаю, что другого выбора не может быть вообще. Уж извините. Поэтому кто еще на стандарте, извините, вы позади нас. Ну, это вызов, конечно, это вызов. И мы сегодня еще поговорим о этой битве. Кто же все-таки, кто молодец, мы поговорим об этом чуть попозже. Да, для начала все-таки надо разобраться, что такое кастомизация. Мы этот вопрос сегодня еще поднимем, кстати, по поводу индивидуализации. Да. И неоднократно. Да. Хорошо. Ну что, наверное, все, да? Мы закругляемся с этой темой. Я думаю, пора представить кудесника нашего, который незаметен. У нас же Сергей Валерьевич. Да, давайте. Незаметная его работа, но на самом деле, когда вы ставите галочку, то потихонечку начинают вертеться колесики и управляет ими он. И сейчас он вам расскажет свою точку зрения по поводу кастомизации линз.